МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последние в этом году дорожники обновят участки на Нижнеростинском шоссе и Кольском проспекте. Жители города уже попрощались с летом во время тематического праздника, но желание необычно провести время никуда не делось. Именно поэтому в Мурманске прошел фестиваль уличного искусства. Как это было, расскажем в новом выпуске программы «Городские хроники». Сезон дорожных работ вот-вот закончится. Какой бы хорошей ни была осень, на смену ей придет зима. Сезон простой для асфальтоукладчиков и катков. Одним из последних в этом году обновят участок дороги на Нижнеростинском шоссе. Чем характерны здесь работы? Они тоже выполняются по новой технологии холодной регенерации. Понятно, что улица очень нагруженная, понятно, что по ней было очень много вопросов. И вот такой вот ремонт, конечно, в данном случае необходим. Мы в графике, поэтому как только закончим эту улицу, переходим на Кольский проспект. Ремонтный участок на Нижнеростинском шоссе протянулся от улицы Невского до улицы Нахимова. Общий объем работ здесь составляет порядка 10 тысяч квадратных метров. Далее полотно обновят непосредственно до площади Нахимова. Там планируется заменить около 6,5 тысяч квадратных метров асфальта. Технология холодной регенерации позволяет держать неплохой тем. Здесь применяется метод холодной регенерации асфальта. Это когда старое основание асфальтобетонное снимается с помощью фрезы. В него добавляется вяжущая, цемент и заново укладывается как в виде основания, как нижний слой. И повер будет еще уложен в верхний слой покрытия толщиной 6 сантиметров из асфальтобетона. Работы по обновлению асфальта проводились во всех округах Мурманска. В первую очередь специалисты уделяли внимание наиболее загруженным и в то же время требующим срочного ремонта участка. За весь сезон в региональном центре было заменено более 230 тысяч квадратных метров покрытия. По заверениям городских властей, до полного окончания работ остается примерно месяц. Но обновляют в Мурманске не только асфальт, но и медицинские учреждения. Впрочем, с этим связаны некоторые курьезные случаи. После начала ремонта в приемном отделении медсанчасти Севрыба, многие посетители больницы не могли понять, куда же делась остановка общественного транспорта. Теперь, чтобы воспользоваться автобусом, необходимо обойти здание больницы вокруг. Перенос остановки никак не повлиял на расписание движения. Маршрута 6Т на линии работают два автобуса. Интервал движения у них от 14 до 30 минут. Первый отправляется в 6.45, последний в 19.45. Большинство пассажиров, знакомые с временными изменениями, отмечают. Новое место для остановки удобнее и безопаснее прежнего. Но и здесь есть проблема. Некоторые автовладельцы паркуют свои машины вольготно и хаотично. Такие авто часто становятся помехой автобусам. Опыт показал, взывать к совести водителей бесполезно. Обращаются с этими просьбами нарисовать разметку, чтобы как-то водители, любители, которые видят остановку, но не видят разметку, но чтобы она хотя бы как-то повлияла. Будет обращение в ГАИ для того, чтобы посмотреть, как здесь организовать работу на процесс вот этого капитального ремонта приемного отделения. Окончание ремонта в больнице запланировано на конец октября, после чего остановку перенесут на прежнее место. Пока автобус ходит по летнему расписанию, но в ноябре перейдет на зимний, более интенсивный график движения. А вот ремонтные работы рядом с Мурманским политехническим лицеем уже завершили. Построить здесь большую площадку из-за ограниченного пространства было невозможно. Но чувствовать себя обделенными лицеисты не будут. Строителям удалось вписать в ландшафт корт для стритбола и футбольное поле, которое соответствует всем современным стандартам безопасности. Прорезиненное тартановое покрытие смягчит падение во время тренировок, а также сделает игру в уличный баскетбол максимально комфортной и незабываемой. Я думаю, что дети, больше всего радость получили дети от этого ремонта. Еще лет 10 назад мы не мечтали о таких спортивных площадках, о таких окнах современных. Вообще здорово. Я думаю, что только улыбку сегодня вызывает. И вот Андрей Иванович говорит, это школа со своим лицом. А я думаю, сегодня у них это лицо с улыбкой, поэтому и нам всем радостно. Помимо спортивных площадок, в МПЛ позаботились и о самом здании лицея. Еще летом рабочие заменили более 60 оконных блоков. Теперь зимой в кабинетах будет заметно теплее и тише, ведь современные стеклопакеты не пропускают шум, который создают автомобили. Мы много говорим о том, что вот есть у нас программа по теплому окну для детских садов. И очень часто задают родители вопрос, а что же у нас со школами? На самом деле школами мы тоже занимаемся. Мы о них помним. И вот это как раз пример того, что уже вне программы для детских садов мы меняем окна в школах. И если вот посчитать, то за последние годы уже приближаемся мы к цифре 5000 окон мы меняем. Такие ремонты и обновления проходят по всему городу. Уже отремонтировано порядка 115 спортивных площадок. Однако к этому объекту относятся с особым трепетом. Ведь он станет отличным местом отдыха не только для учеников лицея, но и для жителей соседних домов. Обновления не закончатся. В следующем году в лицее планируют продолжить замену окон и обновить кровлю. Политехнический лицей входит в 100 лучших учебных заведений России. Его педагоги не раз становились победителями профессиональных конкурсов. Один из таких стартовал в Мурманске. Учитель города 2018. Событие ежегодное и популярное. Как среди начинающих, так и опытных специалистов. Здесь люди, которые, учителя, которые уверены в своих профессиональных знаниях. Которые имеют определенный профессиональный багаж. Творческие, открытые, такие энергичные. Потому что все-таки конкурс, он требует определенных таких личностных качеств. Умение презентовать себя, рассказать о своей работе. И, конечно, быть успешным именно в конкурсных мероприятиях. Конкурсы профмастерства для педагогов призваны стать отправной точкой для новых свершений и фундаментом для дальнейшего профессионального роста. Опыт показывает, проекты конкурсантов, особенно те, где широко применяются современные технологии, впоследствии становятся хорошими педагогическими практиками. Я считаю, что каждый учитель рано или поздно в своей жизни обязан пройти вот через такой профессиональный конкурс. Я желаю всем сегодня успехов на старте, обязательно победы на финише. А членам жюри, малого и большого, заметить искорки таланта у каждого участника этого конкурса, чтобы наши педагогические звезды ярко зажились. Среди участников – педагоги-предметники, учителя начальных классов. Но волнуются одинаково все, ведь за каждого болеет не только коллектив родной школы, но и ученики. Я работаю в школе уже 15 лет, но вот в конкурсе еще ни разу не участвовал. И решил показать себя и в первую очередь, как я уже сказал, посмотреть на других, какой уровень владения материалом другими участниками, чтобы открыть в себе какие-то, может, новые возможности, новые высоты, перспективы в росте педагогическом. Это очень важно для меня. О том, кто стал учителем города и призерами конкурса, станет известно на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в канун профессионального праздника педагогов. Построить дом, родить сына и посадить дерево – истина, которую со школьной скамьи помнит каждый. Экологическая акция «Зеленый рекорд» проходит в столице Заполярье уже восьмой год подряд. Весной и осенью горожане собираются вместе для того, чтобы посадить на улицах Мурманска новые деревья и кустарники. В этот раз сирень, черемуха, шиповник, береза, рябина и боярышник украсили 20 участков в разных районах города. Здесь мы каждый год два раза, обычно весной и осенью, когда субботники наши, мы всегда с коллегами выходим, сажаем деревья. Уже есть наши деревья и на театральном бульваре, и около Окея, и на Карлолитнихта, около памятника Ленина. Вот мы в прошлом году осенью сажали как раз в это время. Это часть нашего города, это то, как мы живем. Когда, тем более, сам принимаешь участие, потом иногда подходишь, смотришь, как растет. Это здорово, это то, что называется комфортная среда, и то, что называется качество жизни в родном городе. На улице Карлолитнихта к горожанам присоединился и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Как и все участники акции, он в свой выходной вооружился лопатой и перчатками, для того, чтобы поставить свой «зеленый рекорд». Это очень хорошо. К зеленым насаждениям мурманчане относятся с особым, знаете, любовью. Вот это слово происходит правильно. Это очень правильно, потому что внешние оценки. Люди приезжают и говорят, у вас очень зеленый город, несмотря на то, что мы живем в самой крайней Арктике. За весь период реализации программы в областном центре высажено более 35 тысяч растений. В минувшую субботу их число увеличилось еще на 6 тысяч. Все саженцы, адаптированные к условиям сурового северного климата, и по заверениям организаторов акции, смогут не одно десятилетие радовать горожан и гостей областного центра. Немало деревьев высадили в мурманских парках и скверах, но не только зеленые насаждения украшают зоны отдыха. Городской уличный фестиваль превратил музыкальную аллею на улице Воровского в сказку Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье». Арт-объекты, напоминающие о фантастическом мире писателя, удивительно гармонично сочетались с костюмированным шоу. Зрители могли увидеть здесь русалку, уртакобейны и разгуливающих в экстравагантных нарядах девушек. Встречались и те, кто менее ипотажен в своих проявлениях. Например, Юлия Семенова, начинающая художница посреди парка раскрашивала пастельными тонами ламу. Я еще с института люблю ламу, это мой такой пунктик небольшой. Я бы хотела ламу и ферму, если бы было можно. Очень они мне нравятся. Спустя всего пять минут после начала фестиваля сквер заполнился людьми. Кто-то делал фото на память, а кто-то слушал песни молодых вокальных коллективов. И каждый из зрителей замирал очарованный магическими движениями танцовщиц. Восточный танец – это всегда импровизация. Его движения никогда не повторяются, поэтому каждое выступление уникально. Хорошее настроение, эстетическое наслаждение, красивые костюмы, красивые украшения. Подать заявку на участие в фестивале мог любой желающий. Главное, чтобы у человека был талант, желание проявить себя и удивить окружающих, будь ты танцор капуэйры или же тигр, умеющий необыкновенно читать стихи. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех ничем не связан, я думал, вольность и покой, замена счастью. Боже мой, как я ошибся. Такие творческие площадки позволяют раскрыть прекрасное в каждом, подарить чудо и сказку окружающим тебя людям и зарядиться положительными эмоциями на долгое время.